Продолжим сегодня говорить про то, чего касались в прошлый раз, про антитела, которые аутоантитела и антитела против инфекции, какие бывают перекресты, чуть-чуть поговорим про аутоиммунные заболевания, разные аспекты. Это довольно интересная, сложная тема и в настоящее время в научном плане много не исследовано, то есть еще предстоит что-то узнать. Не всегда, когда происходят аутоиммунные нарушения, современная наука дает точный ответ, почему, что сломалось, что пошло не так. Но какие-то вещи прогнозировать можно. И вот на следующем слайде я хотел вам показать, это на самом деле верхушка айсберга. Тут перечислены только некоторые общие эпитопы, как я в прошлый раз говорил, общие эпитопы это когда у нас антиген пептид и у нас могут быть у разных возбудителей похожие структуры, на которые вырабатываются антитела. И иногда бывает, что похожие структуры есть у возбудителя и у собственных антигенов собственного организма. Если антитела начинают подходить к собственным антигенам, то есть выработались на возбудителя, произошла активация иммунной системы на какие-то деструктивные действия инфекции. И произошла активация системы выработки антител и выработались антитела на антиген вражеский. Соответственно, у разных людей немножко вот эти антитела отличаются. Это еще поликлональные антитела. И если есть общая структура, то есть вероятность, что одновременно эти антитела у некоторых людей, допустим, один на тысячу человек, будут подходить к собственным антигенам. А это уже проблема, потому что антитела находят антиген, если это собственные рецепторы каких-то клеток, то он все время есть по принципу обратной связи. Антитела продолжают вырабатываться, иммунные клетки видят, что что-то в организме помечено как по надлежащему уничтожению, и идет деструкция какого-то органа, например, или какой-то ткани. Это очень неприятный процесс, иногда приводит к фатальным последствиям. Я бы сказал, что по проблемности такие типы заболеваний доставляют больше трудностей для анализа, для современных ученых, медиков, биологов по сравнению даже с онкологией. Потому что часто в онкологии хоть что-то понятно, за что хвататься при лечении, а тут, когда организм сам себя разрушает с помощью иммунной системы, это очень сложно. Причем с обратной связью, с разгоном. Соответственно, могут быть, если мы говорим про эпитопы, это, конечно, пептидные молекулы, но вообще говоря, антитела могут быть на много чего другое, даже то, что в природе не существует. Потому что может быть какое-то лекарственное вещество с какой-нибудь, какая-нибудь органическая молекула, которая связывается с сыворочным альбумином, и на эту структуру выработались в итоге антитела, и они будут хорошо узнавать вот это лекарственное вещество, которое может быть не пептидом, не полисахаридом, не нуклеиновой кислотой. Такое тоже может быть, но в общем случае мы придерживаемся общепринятой терминологии эпитоп, это обычно кусочек пептидный. Вот здесь пример, это капля в море, на самом деле примеров много, и бывают такие случаи, что человек переболел ангиной какой-нибудь, бактериальной ангиной, и потом через полгода у него какие-то нарушения стали проявляться, сердце стал избавить аритмию. Много таких вещей описано. И, соответственно, вот здесь видим полимелитный белок вот есть, ацетилхолиновый рецептор. Ну, что такое ацетилхолиновый рецептор, и насколько это критично, это, соответственно, вы все понимаете. Соответственно, может возникнуть ситуация, когда у нас при возникновении антител против вот такого антигена полимелитного возникнет ситуация, когда у нас антитела будут также к ацетилхолиновый рецептор. То есть, значит, у нас какие-то особые случаи нейропатологии, может быть, например. Дальше, папиллома, рецептор к инсулину. Соответственно, инсулин у нас регулирует метаболизм, поддерживающий определенный уровень глюкозы в крови. И тут оказывается, что вот возникли антитела, они блокируют рецептор, и вот эта система начинает ломаться. Начинает ломаться, там, соответственно, разные варианты подтипов диабета могут быть. Вот как бы вероятность небольшая, но может такое происходить. Это дальше вот вирус бешенства тоже рецептор к инсулину. Вот это, ну, надписи, понимаете, это однобуквенное обозначение остатков аминокислот. Аденовирус, соответственно, это острораспираторное заболевание. Глиадин, это в составе глютена, соответственно, люди, которые не могут многие там есть каши, если там глютен есть, если там, соответственно, хлебобулочные изделия не могут, есть у них дикая реакция, тоже, соответственно, веселая в кавычках ситуация, если начинают вырабатываться вот такие антитела. Там вирускоре тоже, допустим, человек переболел, ну, допустим, у всех все нормально, но один там на 10 тысяч, ему повезло, у него вот выработался такой таки антитела, которые чуть-чуть подходят к адренокортикотропному гормону. Там очень многие моменты регуляции гуморальной как раз завязаны на адренокортикотропные гормоны. Там регуляция, и начиная от кровяного давления, заканчивая выработкой половых гормонов, оно вот взаимосвязано. Это вот тоже висели в кавычках, если начинает сбоить вот такая система. Буквально после выработки иммунного ответа на, вот, казалось бы, безобидный вирус кори. Ну, миелин, соответственно, тоже. Миелин, это, соответственно, нервные волокна, тоже ничего хорошего. Даже могу не развивать эту мысль, я думаю, все понимают. Если случайно вот среди вот этих поликлональных антител выработалось на что-то вот такое, это тяжелейшие случаи, когда в ряде случаев врачи не могут вылечить человека, могут только чуть-чуть замедлить деструкцию в организме, то есть как бы отсрочить разрушение того или иного органа или организма в целом. Довольно неприятная вещь. Также срез вот этой проблематики, это конкретная статья, можете ее там в интернете скачать, почитать. Это из московской клиники исследование аутоантител у детей больных диабетом. Ну, соответственно, было подозрение, что могут быть аутоантитела, в том числе, аутоантитела вырабатываются при дополнительной экспрессии рецепторов консулина, если вот эта система сбоит, могут быть, и есть факторы, может быть, дополнительная экспрессия рецепторов консулина, когда нарушена регуляция, и также у нас инъекции инсулина есть. И при инъекциях инсулина тоже есть вероятность, что будут аутоантитела, система жизнеобеспечения человека как бы пытается вернуть гомеостаз в привычное русло, видит, что что-то перекошено, может быть, за счет каких-то дополнительных лекарственных средств, и пытается компенсировать. И получается, что у нас могут возникать аутоантитела. Вот на следующем слайде показано график. Это сахарный диабет, это впервые выявленный, и стаж болезни более года. Это, соответственно, кто уже принимает лекарственные средства, инсулин дополнительно. И видим, что у нас есть повышенное содержание аутоантител. Значит, вроде ничего страшного, ну, кроме того, что постепенно придется дозу инсулина повышать. А на самом деле ничего хорошего, потому что смотрим следующий слайд из этой статьи, что у нас есть общие эпитопы, и у нас выявляются у вот этой группы больных антигены к инсулину самому, к рецептору инсулина, к общему минорному эпитопу инсулины, фактору роста нервов. Соответственно, нейропатологии могут в течение нескольких лет развиться те или иные к ДНК. Это в перспективе, там может быть, патология типа системной красной волчанки. И ревматоидный фактор тоже довольно интересный диагностический маркер. Это, по сути, антииммуноглобулины против иммуноглобулины, против константной части. По вакцинологии. Я сейчас перечислю классическую классификацию, как вообще это все принято в учебниках. Но современные новые вакцины, они в эту классификацию уже не попадают, потому что наук не стоит на месте. И то, что придумано за последние два-три года, оно в учебники просто не вошло. Поэтому мы отдельно поговорим, чем отличаются новые подходы от того, что делалось 5-10 лет назад. Соответственно, вакцинология отдельная наука, такая дисциплина, которой занимаются люди, как разработчики вакцин, так и специалисты, которые готовят специальные препараты для иммунизации разных животных, для получения антител, для биотехнологии и так далее. Соответственно, чем иммунизировать? Возникает вопрос, сколько раз иммунизировать, чтобы титр антител был хороший? Через какие интервалы времени? Через месяц, через три месяца? Сколько высокий титр антител длится? И, соответственно, какие дополнительные добавки нужно вводить, чтобы иммунная система ответила? Потому что, если вы просто вкололи антиген, иммунная система может не среагировать. Иммунная система – вещь достаточно аккуратно работающая и разумная. Она не всегда вырабатывает антитела против всего подряд. Она вырабатывает антитела, когда есть дополнительные факторы деструктивные в организме, какие-то воспалительные процессы. То есть иммунная система должна понять, что у нас в организме происходит что-то нехорошее. Тогда включается процесс еще наработки дополнительных антител. Вот на следующем графике у нас классификация вакцин. Сейчас мы подробнее посмотрим, что они из себя представляют. И некоторые примеры даже приведем. Живые, корпускулярные, химические, рекомендантные анотоксины. Некоторые названия могут быть, может быть, не очень удачными, но я вам привожу, чтобы вы ориентировались, как это сейчас принято. Может быть, название не очень отражает суть той или иной вакцины, но оно есть, мы с этим работаем, с этой терминологией. Ну, живые понятно, что у нас берется какой-то ослабленный штамм, или похожий на возбудители, чтобы у нас антитела более-менее подходили. Но примеры, соответственно, у нас самая распространенная – это полимилитная живая вакцина, в том числе, которую перорально принимают, и так называемая БЦЖ, которая была популярна в Советском Союзе и в странах социалистического содружества. Соответственно, здесь, как пишут в учебниках, Пацилла, Кальмета, Гарена. Ну, соответственно, на самом деле это французы, поэтому, так как пишут в учебнике, это не совсем так произносится, но это так вам для общего развития. То есть это Кальмет, Геран. Так, значит, это у нас микобактерии, БЦЖ, микобактерии, ну, то есть туберкулез. Соответственно, это у нас микобактерии, которые… туберкулез коровий ослабленный, да? И, соответственно, у нас при инъекции БЦЖ заболевания у человека не возникает, но возникает иммунный ответ, если правильно дело, к вакцину, и возникают антитела. Соответственно, снижается риск заболеть туберкулезом уже человеческим, который является достаточно страшным бедствием. как бы вроде, казалось, в конце 20 века его победили, но сейчас, похоже, идет опять всплеск. Это тяжелейшее заболевание, плохо излечивается, плюс сейчас еще есть антибиотик устойчивой формы, развивается медленно, инкубационный период может быть много месяцев или даже годы, это фактически аналог проказа, но это близкая бактерия. Соответственно, туберкулез и проказа – это похожее заболевание, но когда долго человек болеет даже в скрытой форме, бывает легочная форма, бывают другие формы, но происходят необратимые изменения во многих органах, и не всегда это можно как-то компенсировать лечением. Ну, соответственно, бывают жидкие, бывают порошкообразные, которые разводят. И вот тоже интересный момент. Сейчас, когда весь мир весной стал пугаться коронавируса и стали изучать, какие страны болеют, какие не болеют, были несколько статей в западной прессе от многих авторов по поводу того, что часть восточноевропейских стран плохо болеет коронавирусом, потому что была активация иммунной системы с помощью БЦЖ, и дальше есть какая-то корреляция, что снижается риск части острореспираторных вирусных заболеваний, в том числе, которые вызываются коронавирусами. Так, меня нормально слышно? Все хорошо? Аудитория не спит? Да, да, да. Никто у нас не отвалился по сети? Все хорошо. Вот, интересные статьи можете посмотреть в международной прессе, естественно, в англоязычной, по поводу связи БЦЖ и в каких странах какой рост заболеваний коронавирусом был. Буквально это в марте, в марте-апреле были масса статей, в том числе турки много об этом писали, американцы, французы. Довольно интересно. Ну, соответственно, феномен, что почему низкая заболеваемость в части стран Восточной Европы, ну, вот у нас Белоруссия вообще особо мер не вводила и вроде как обошлось без фатальных последствий. Поэтому это тоже интересный момент. Корпускулярное. Соответственно, это как бы инактивировано. Опять же, мы говорим языком вакцинологов. Тут немножко некоторые термины могут быть странны для ухохимика или даже для биохимика и физиолога. Ну, инактивированы, значит, убиты каким-то физико-химическим воздействием вот эти живые организмы. То есть биоматериал, который не способен сам уже заражать и размножаться, но содержит антигены, но не очищены. То есть это убитые какие-то вирусы, бактерии, которые вызывают иммунный ответ, но сами уже не живые. Ну, соответственно, здесь могут быть они и как самостоятельные вакцины, и как компоненты. Сейчас поговорим о КДС и Татаракок. И, соответственно, могут быть, как иногда делают специально комбинированные вакцины не для того, чтобы поиздеваться над пациентом, а это совершенно разумное решение, когда вакцина скомбинирована из двух-трех разных вакцин, она более деструктивно воздействует на организм, и иммунная система лучше понимает, что это что-то плохое, и с большей вероятностью происходит иммунизация. Просто если вакцина не страшная такая, не вызывает никаких тяжелых последствий, говорят, вот какая хорошая вакцина, там ни температура не повышается, ни голова не болит, ну, значит, с большой вероятностью у половины людей она и не будет работать. Потому что хорошая вакцина, которая потом годами дает хорошие в стойке иммунитета, там человек потом три дня из дома не выходит. Вот такая серьезная вакцина с хорошим ответом для иммунной системы, она редко бывает, которая вот ничего не почувствовала, пошел дальше кино смотреть. Это все взаимосвязано. Поэтому в том числе делают комбинированные вакцины из нескольких возбудителей. Получается более стойкий иммунитет. Но тут тоже аккуратно надо смотреть, чтобы человек, который приходит вакцинироваться, он не был там с какой-то простудой, с воспалением, потому что, может быть, там, если человек больной пришел вакцинироваться, могут быть осложнения. И бывают осложнения, там, есть риск у одних вакцин больше, у других меньше. Потому что вакцины могут давать осложнения, тоже надо все помнить. Это не просто пошел-попил витаминчиков. Тоже, когда назначают какие-то вакцины, бывают вакцины тяжелые, у которых часто бывают осложнения. У каких-то, там, один человек на миллион потом может заболеть чем-то, или, там, какие-нибудь проблемы будут. И других, там, один на сто тысяч. Там, с разной вероятностью. Ну, соответственно, если вакцина тяжелая, допустим, ее делают при поездках в какие-нибудь экзотические, тропические страны, где кругом бегают больные, какие-то животные прыгают с деревьев и кусаются, то это оправдано. Даже если, там, один из тысяч человек потом тяжело переносит с какими-то осложнениями. А так, просто так делать вакцину от возбудителя, с которым никогда не столкнетесь, это неадекватный подход. Потому что, опять же, вот как мы сейчас смотрели, могут быть нестандартные иммунные ответы, нестандартные ауто-антитела у разных людей. Поэтому просто так вакцины не делают. Это все серьезное воздействие на организм. АКДС. Ну, соответственно, вот, отсорбированная коклюшно-дифтерийно-столблячная вакцина. Это бордотелопертусис. То есть, возбудитель такого тяжелого простудного заболевания, как, может быть, видели в аптеках сироп пертусин от кашля. Вот по названию вот этой инфекции. Также вот дифтерия, корнебактерии и столбнячные. Столбнячный анотоксин, соответственно, столбняк – это у нас клостридия, клостридиум титании. Интересное заболевание, которое, если человек перенес, выжил, иммунитет у человека не вырабатывается, потому что обычно… Что такое болезнь столбняк? Это когда попали клостридии, вот эти аноэробные бактерии, которые вообще в человеке не собирались жить, и они живут в почве, например. Но для человека, если они случайно попали куда-то, где мало кислорода в ткани, например, при ранениях, когда там во время боевых действий большие раны, и туда земля попала, там бывает хирург зашил, недостаточно промыли рану и развивает. Соответственно, может быть столбнячный клостридий или гангренные клостридии. В принципе, если после такого попадания земли в рану правильными антибиотиками человека накачивать в течение двух недель, то ничего не будет, потому что такие бактерии, они и так плохо развиваются. То есть человек для них плохая питательная среда, и вообще они не собираются в нем жить. Но если они начинают развиваться, часть продуктов их жизнедеятельности – это нейротоксины для человека. И кончается все очень плохо. То есть там тяжелейшее поражение, когда эти клетки начинают развиваться. Ну, соответственно, это фактически отравление нейротоксином без значительного размножения вот таких бактерий, и иммунная система не успевает на сами бактерии среагировать. И на их антиген. Поэтому, если нужно иметь иммунитет к столбняку, то это только прививка. Это редкий случай, исключение из правил. То, что можно для многих заболеваний либо переболеть, либо сделать прививку. В случае столбняка только прививка. Переболеть бесполезно. Ну, соответственно, вот здесь адсорбированное, потому что на вот этом гидроксиде алюминия, который не совсем корректно называют квасцами. Квасцы – это у нас двойные соли, обычно сульфаты, сочетанные одна и трех валентных металлов. Но здесь квасцы – это такой технический термин в вакцинологии. Тетракокк, соответственно, вот у нас упоминался. Анотоксин дифтерии, столбняка полимелита, тоже инактивированный. Ну и коклюш. Химические. Соответственно, отличаются от корпускулярных то, что очищают компоненты. То есть мы не просто убили каким-то химическим или физическим воздействием клетки, бактерии, прежде чем делать инъекцию. А мы еще их очистили, очистили антигены. Антигены – это какие-нибудь гликопротеины, белки, на которые надо выработать иммунный ответ. Ну, соответственно, к таким вакцинам у нас относятся вот против менингита вакцины. Это нейсерии. Менингит. Есть масса нейсерий. Кстати, сейчас тоже детствие началось в Западной Европе, что нейсерии появились, на которые не действуют антибиотики. Часть нейсерий – это венерические заболевания, типа гонореи. То, что гонореи бывает как венерическое заболевание, и бывает, что поражаются глаза, а также бывают поражения типа ангины, гонорейными микрогонами. Это вот все близкое. Это менингококи разные. Бывают менингококи, которые, собственно, менингит обычно вызывают, бывают, которые венерические – это разные виды. Ну, соответственно, вот у них есть особенности, что, чтобы был хороший иммунитет, делают как раз полисахариды из менингококов. Ну, а целлюлярные кокушные вакцины, соответственно, это частично очищенные, без клеток убитых. Рекомбинантные – это почти то же самое, что предыдущие, только если мы используем в качестве антигена не исходный возбудитель, который может быть сам убитый в вакцине, живой, ослабленный, может быть, очищены химические вакцины. А здесь рекомбинантные – значит, мы, допустим, антиген какого-нибудь менингокока вырастили в Ишерихе и Коли и очистили, получили рекомбинантный белок. Ну, соответственно, можем вирусы, вирусные белки также делать. Ну, а на токсины, соответственно, также вот бактериальные антигены, которые тоже повреждены, чтобы они не были активными, типа столбняка, и используются как вакцины. Адьювант – важная вещь, которая используется при иммунизации вакцинов для людей и при иммунизации животных в сельском хозяйстве, когда нужно получить, в биотехнологии нужно получить высокий титр, высокий титр антител. Соответственно, это усилитель, это усилитель иммунного ответа, то есть, выражаясь простым языком, это некие добавки в смесь для вакцинации, чтобы организм и иммунная система поняли, что что-то происходит ужасное. То есть, какие-то дополнительные вещества, вызывающие воспаление, например, если это внутримышленная вакцина, чтобы она была потом такая болезненная, это специально, чтобы иммунная система среагировала на это. Если просто вакцинация будет какая-то совсем безобидная, но иммунная система, я уже повторяюсь, я уже говорил это, может не выработать антитела. Ну, соответственно, вот здесь перечень адъювантов, которые используются. Так, у нас кто-то выпал. Ну, ладно. Поэтому присоединиться, если что. Соответственно, бывает полный, неполный адъювант Фрейнда, это сложная смесь, которая вызывает воспаление при инъекциях. Соответственно, также адъювант Фрейда может в себя включать БЦЖ, вот эта вакцина, собственно, против туберкулеза. То есть, она сама по себе вакцина, она еще делает, усиливает действия других вакцин в смеси, когда применяется. Грубо говоря, пугает, сильнее пугает иммунную систему, чтобы это заработало. И мурамилдепептид там же. Ну, это, соответственно, компонент клеточной стенки тоже, чтобы иммунная система поняла, что там что-то нехорошее вывели в организм. Алюминий квасцы. Вот не совсем удачный термин, потому что это в химии квасцами немножко не то называют. Но вот в вакцинологии это такая смесь гидроксида алюминия с добавками. Также Бордотелла пертусис, который мы уже упоминали с квасцами, тоже для усиления. И специальная смесь, очень сложная, так называемая... Так, у нас вернулся куандыков, все нормально. Есть также такой иммуностимулятный комплекс, который на самом деле под этим названием коммерческим могут скрываться разные смеси разных вариантов, но, грубо говоря, в общем случае это некие липидные мицеллы, которые нужны для доставки белковых антигенов. Консерванты тоже часто в какой-то желтой прессе встречаются страшилки, что вот в вакцинах содержится что-то страшное. Часто какие-то газеты можно купить в метро, там про похищение людей инопланетянами, в том числе то, что инопланетяне там всякие вакцины придумывают. Это страшилки связаны с тем, что неграмотные, некоторые неграмотные люди что-то где-то слышали, дальше пересказали по принципу испорченного телефона и начинают потом рассказывать, что колют всем какую-то ртуть. да, есть действительно соединение ртути, это консервант, это абсолютно нормальная вещь, она входит в вакцины и для людей, и при вакцинации животных, это консервант. Если не использовать консерванты, то у нас при хранении вакцина может менять свойства, там что-то может завестись, и потом при применении данной вакцины может все плохо закончиться. Поэтому это вообще вещества, консерванты, вот эти в том числе соединения ртути, они нужны как раз для пользы. И, соответственно, вот такие соединения, известно про них, их метаболизм, как что выводится, они выводятся достаточно там через считанные дни, уже из организма они уходят. Так что это как раз нормально. то есть когда друг друга люди пугают, что вот типа колют вакцины со ртутью, да, это нормально. То есть там ртуть, там есть. Это абсолютно нормальная ситуация. Так и должно быть. По разным аспектам формирования иммунитета среди врачей много-много лет уже идут дискуссии, как правильно делать календари прививок, когда что колоть. Но единого мнения по всему миру нет, потому что какие-то прививки делают сразу после рождения, какие-то через год. На самом деле тут есть вопросы, потому что здесь появление разных антител типов в соответственно в организме ребенка после рождения. мы видим, что сначала у нас материнские иммуноглобулины класса G, которые, как я уже говорил, могут продикать через плацентарный барьер. И, соответственно, если у матери какие-то проблемы аутоиммунные, это очень плохо заканчивается для ребенка в том числе. И, соответственно, дальше уже вот ребенок внутриутробно с иммуноглобулинами G, дальше он рождается, их концентрация постепенно за первые месяцы начинает снижаться, и у ребенка начинает потихонечку работать своя иммунная система, развиваться и свои иммуноглобулины, которые нужны не только для работы с инфекцией, но и для того, чтобы восстанавливать какие-то ткани, то есть заниматься уборкой мусора по всему организму, как мы все обсуждали. Ну, соответственно, в крови у нас дальше появляется вот титр иммуноглобулины А и иммуноглобулины М, которые есть потом и у всех взрослых, ну, соответственно, у них разная функция, в том числе иммуноглобулины А у нас не только в крови, но и в разных жидкостях, в том числе в выделениях кожных, наслизистых, в пищеварительной системе, это секреторные иммуноглобулины, и ГМ, это иммуноглобулины, которые имеют разные функции, в том числе при первичном иммунном ответе, но и также, как я уже вам говорил, отвечают за несовместимость групп крови, как это ни странно, соответственно, та часть этих ИГМов определенной специфичности, но ИГЖ, это у нас основной пул иммуноглобулинов, которые нужны для многих, многих, многих разных функций, еще иммуноглобулины ИГЖ делятся на подклассы, которые чуть-чуть отличаются по типу. Ну, и, соответственно, вот тоже про развитие, про дискуссии, когда надо сразу прививки все делать после рождения или через год, то, что среди врачей обсуждается и окончательного единого мнения нет, развитие иммунных органов, это у нас тимус, селезион, который, в принципе, тоже относится к иммунным органам, потому что там идет досозревание части иммунных клеток, ну, и утилизация клеток крови разных, и лимфоидные образования разные по всему организму. Ну, соответственно, вот здесь масса, видим, что новорожденные очень сильно отличаются от того, что у нас в первые годы, там, после года, соответственно, двухлетний ребенок у нас меньше отличается от взрослого по сравнению с новорожденным, то есть как раз вот первый год это критическое время, когда идет развитие иммунной системы, почему и происходят дискуссии, когда надо ли полугодовалому ребенку какие делать прививки. Так, значит, я свой кусок дочитал и сейчас мы послушаем замечательные доклады. У нас в классификацию, то, что я вам приводил, естественно, не попали новые вакцины с рекомендаторными вирусами, векторами, которые сейчас активно разрабатываются для новых инфекций и соответственно кто у нас готов? Андреич, наверное, мне лучше начать, потому что у меня не слышно? Да-да-да, слышно, замечательно. У меня противоверные препараты основаны на антиметаболитах. Замечательно, можно чуть-чуть погромче, всем нормально слышно? Лучше погромче. Чуть-чуть погромче лучше. У меня просто микрофон сломался, я его выкрутил на максимуме, но постараюсь. Можно разрешить демонстрацию? Да-да-да, сейчас сделаю. Видно, да? Ага, замечательно. Где-то режим. Ну, давайте так буду показывать. В общем, хотелось рассказать, почему я вообще решил заинтересоваться этой темой. Я почитал новости про то, что наш всеми любимый, ну, не нами, особенно, президент Трампа закупился большое количество партий определенного препарата и начал принимать, как только ему сказали, что у него коронавирус. Я решил узнать, что это такое за чудодейственный препарат, раз его, так сказать, даже американцы весь из мира скупили. То есть, они абсолютно почти все партии, которые были, скупили. Ну, и лучше всего начать, наверное, вообще, что такие за препараты. Вообще, эти препараты относятся к группе антиметаболитов. Это вещества, которые близки по химической структуре к эндогенам продуктов метаболизма и ингибирующие в результате как конкурентных отношений, так и прямой инактивации какой-то молекулы определенные процессы. Вообще, изначально антиметаболиты начали изучаться в 20 веке, в 60-х годах. И первое вещество, первая молекула, которая была, в общем-то, подтверждена такая активность, это противопухоль, это был метод рексат. Он как раз очень похож на молекулу флоруевой кислоты, как можно видеть, видно, что немножко информация разная. Пару групп других, тут метильные добавляются, тут вместо H2 стоит. А так как опухолевые клетки, они достаточно, ну, то есть, фолиевая кислота, это как витамина, она нужна для кровеносной системы, иммунной, а так как в месте роста опухоли очень большое, так сказать, ну, то есть, очень важно, чтобы рост кровеносных сосудов тоже происходил, потому что опухоль должна питаться активно, то это очень является эффективным препаратом, ну, достаточной степень эффективности при лечении опухоли на то время, да и сейчас активно используется. Вот, важно понимать, что антигетаболиты, они в основном действуют в S-фазе клетчатого цикла, то есть, когда клетка идет на рекомбинацию и делится, потому что во все остальные клетки, в принципе, то, что человек потребляет, ну, то есть, доза препарата, которая нужна для конкурентных отношений, очень высока, и она очень будет токсичным. Теперь поговорим поближе к нашей теме, это уже нуклеотидный, ближе к вирусам, вообще, так сказать, наши поездки дня, вот, относятся с синтетически производные различных оснований, которые нарушают синтез ДВК или рунковых вирусов. Один из самых известных является цикловир. Как он работает, можно посмотреть на этом слайде, то есть, в капсуле определенной потом с помощью фермента начинает фосфолироваться, приобретает форму примерно как молекула, которая должна быть встраиваться или в ДНК, или в ДНК для постройки как раз, и он инактивирует, получается, ДНК полимеразу. Есть примерно такие же молекулы, которые, так сказать, инактивируют ДНК полимеразу, и поэтому синтез останавливается, то есть, мы, получается, выключаем фермент, который у нас строит молекулы вируса, и выключаем уже эту часть, которая построена, потому что она тоже непригодна для, так сказать, ну, этот вирус, он не даст себе подобное и не распространится дальше. Но важно понимать, что это лечение не этиотропа, то есть, мы лечим не совсем проблему, то есть, мы не убиваем сам вирус, мы просто останавливаем развитие настолько быстро, насколько мы можем. Теперь к молекуле, которая, в общем-то, является тем и самым чудодейственным условным препаратом, это МДСВР, он в таком виде, огромный молекул, тоже является подобным нуклеотидом. Механизм действий показан на этом слайде, то есть, точно так же, он, МДСВР ингибирует репликацию РНК, но как раз он ингибирует прямо на терминальный, и дальше белок, который собирался отстроить, он не может работать, поэтому все белки, которые помогали репликаться, они умирают в ходе клеточного цикла, и поэтому, в принципе, это достаточно эффективно для лечения некоторых заболеваний, таких как для Эболы он используется, против различных гриппов типов А и Е, такой достаточно известный препарат в плане решений вирусных, но я вот единственное даже не понял, почему именно его закупили, потому что препарат, который вот его сосед по классу, он намного эффективнее в принципе для тех же самых вирусов, это фамипиравид, и его стоимость по получению почему-то ниже на рынке, и я вот до сих пор не разобрался в том вопросе, почему именно его, и самое, что важное, у фамипиравид выше дозы, то есть, например, если человек находится в тяжелой стадии заражения вирусом, мы ему пытаемся вытеснить, то есть добавить большие дозы нам нужны, то токсический эффект фамипиравид ниже от высоких доз, хотя в принципе считается, что они выключают только ДНК полимеразы, которые вирусы строят, но все равно токсический эффект, он есть при определенной концентрации, как раз действует сфера, уже в американской статье, почему они считают, что это эффективно, и почему он должен блокировать эти энзины, какими иногруппами, это интересно так посидеть, посмотреть. Но самое, что меня удивило, это в том, что в Китае уже тестируют почти все противовирусные препараты на потоке, и там постоянно выходит статья, я нашел небольшую более популистическую запись, что уже добровольцев, большинство из них, часть из них отказали, сильные побочные эффекты даже, но эффекта значительного, который был бы хотя бы частично заметен, не было. То есть эффективность ориентифира для лечения нашего ковида, она под вопросом, и непонятно, на каких таких данных основывается все американское правительство, что они весь по миру выкупили. Это интересно. Но по итогу это важно понимать для всего этого, основная проблема этих препаратов, что для тяжелых вирусов нужны высокие дозы, которые обуславляют высокую токсичность. Понятно, что они не являются театропной лечением, то есть мы не конкретно вирусные частицы убиваем, а просто убиваем останавливаем течение заболевания на какой-то стадии и ждем, пока организм сам справится. Но потом необходимость приема в течение долгого периода, потому что даже небольшие концентрации, если мы приводим лечение на низкие концентрации, то у нас болезнь развивается еще больше и сиро, потому что организм уже ослаблен за лечение и за течение болезни, и это может приводить к летальным исходам. Ну и понимание именно таких препаратов, что у них либо высокоэффективно, что они очень похожи и надо большие дозы брать, когда они эффективны на те молекулы каторонавлюзии, либо широкий спектр болезней, как у фомпиривира, рецидивира, но достаточно средние показатели по различным группам. Вот это в принципе все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо, интересная информация тут, то, что вроде по механизму на бумаге все должно работать, на практике возникают вопросы, насколько там действительно на репликацию влияет, или нет ли там побочных каких-то действий, то есть все... Нет, при том, то, что про эффективность я не нашел именно в статьях, то есть я почему поставил именно просто выжимку откуда-то, потому что я не нашел именно чисел, на которых основывается хоть кто-то, то есть кто говорит, что это эффективно, они не дают чисел, они просто говорят, это эффективно, какой-то там, ну процент какой-то дает, но это не число там вылечившихся объяснений, а просто считают, что успешно у них попробуют там что-то 30-50 процентов, и это прям вроде бы самая жесткая школа, так сказать, оценки препаратов уже давно в Америке считается, из-за их как раз оплошности ранее в жизни, когда-то в виде умирала из-за того, что допускали не те препараты, но вот как они сейчас проводят исследования, прям задаюсь вопрос. Ну понятно, и остаются вопросы, то есть хотели сделать синтетический препарат, чтобы, например, не делать лечение интерферонами, то, что универсально против многих вирусов сразу, это такое, даже если мы не знаем, что за вирус, что интерфероны, смесь интерферонов, она чаще всего работает, но чего-то пошло не так. У зала вопросы какие? Кто хочет прокомментировать, спросить? Можете предположить, почему он не работает для ковида, но, например, работает для Эбола? Скорее всего, это связано именно со структурой самой ДНК парамеразы, плюс есть возможность в том, что есть разная насыщенность различными нуклеотидами, эти препараты одинозим зависят на нуклеотиды, может быть, там концентрация просто их меньше, поэтому доза нужна очень большая, они очень токсичны, получается, при дозе больше 1 грамма в день. приема, и получается, что нельзя достичь эффективной дозы, а на низкой дозе эффекта такого нет. На нуклеотид на себе старт, наверное, сильно отличаться не должен? Ну, как бы тут вопрос о паре тройки процентов, ну, не знаю, влияет ли он на роль или нет, но я просто говорю, что может чуть-чуть влияет. Ну, вот я в исследовании, которых я смотрел, то есть парочку я нашел, но это под меди, то там вообще про это ничего не говорилось, они просто считали, что это неэффективно, и мы по-принципу, ну, китайских как раз. А все остальные, они занимаются уже другими, которые будут рассказывать мои товарищи. считали, что это более эффективные лечения. Спасибо большое, очень интересно. Еще вопросы есть, или мы следующего докладчика послушаем? Кто у нас на очереди? Кто нам расскажет что-то интересное? Я. Так, слушаем. Сейчас, демонстрацию же можно уже включить. демонстрацию видно? Видно. Всем видно, всем нормально слышно все. Да. Замечательно. Так. Слышно меня тоже нормально? Да, да. А то проблемы с микрофоном бывают. Хорошо. Собственно, во время пандемии ковида возникла задача не просто сделать вакцину, а сделать ее в совершенно рекордные сроки. То есть, обычно разработка вакцины занимает несколько лет, а здесь для того, чтобы от нее был существенный эффект, ну, хотелось бы побыстрее. И первый основной подход, который может нам так, в этом помочь, называется обратной вакцинологией. Собственно, суть обратной вакцинологии в том, что мы идем как бы от генома к продуктам его экспрессии, когда исследуем потенциальные кандидаты для вакцины. Что, в общем-то, обратно такой классической вакцинологии. Собственно, ой, основной принцип обратной вакцинологии в том, что нужно секвенировать геном, потом с помощью биоинформатического анализа и соответствующих баз данных выделить основных кандидатов для вакцины. Чаще всего это какие-то мембранные белки, которые на поверхности вирусной частицы и к ним как раз таки вырабатывается иммунный ответ во время иммунизации. После этого эти белки нужно синтезировать, провести исследование на животных. После того, как мы убеждаемся, что наша крыска или зайчик не умер от этой вакцины, нужно убедиться, что она еще и эффективна и действительно вызывает иммунный ответ, и после этого можно начинать последовательно исследование на людях. Впервые собственно принцип обратной вакцинологии появился в публикации Рина Рапуолли, если я не ошибаюсь, в 2000 году, собственно, когда только начали появляться эти биоинформации, информатические базы данных, в этой публикации было рассказано о том, что можно таким образом искать потенциальных кандидатов для вакцин, и к 2012 году уже с помощью этой технологии как раз-таки были разработаны и выведены на рынок вакцины против менингокока Б, собственно, золотистого стафилокока и пневмокока, и они оказались эффективными в том числе против антибиотико-резистентных штаммов. Соответственно, точно такой же принцип, ну, как бы такой же подход был использован для того, чтобы найти кандидата для вакцины к нашему коронавирусу, то есть в начале, или не на... где-то в середине февраля этого года вышла статья, собственно, с секвенированием генома, где, как бы, опять же, биоинформатически, сравнивая с другими коронавирусами, было установлено, что где находится белок, отвечающий за синтез, господи, где находится ген, отвечающий за синтез белка, который находится на поверхности вирусной оболочки и, соответственно, была получена последовательность нуклеотида, секвенирован этот ген в том числе. И, собственно, так как это белковый отросток на поверхности, собственно, вирусной оболочки, это прекрасный кандидат для того, чтобы разрабатывать вакцины. И второй подход, который был далее использован, это иммунизация с помощью матричной РНК. То есть, вместо того, чтобы синтезировать, собственно, белковые антигены вот в тех же клеточных культурах, можно просто синтезировать, собственно, участок РНК, который ответственен за синтез этого самого пепломера. После этого засунуть его в клетку, там, в этой клетке он будет транслироваться, будет образовываться, соответственно, белковый антиген, и этот белковый антиген будет, в свою очередь, вызывать иммунный ответ. То есть, синтез РНК сейчас фактически производится на специальных приборах, ДНК-РНК-синтезаторах, и, несмотря на то, что это очень дорого, это очень эффективно. То есть, это намного быстрее, чем выращивать белок в клеточных культурах, потом, собственно, как-то экстрагировать и очищать этот белок, и после этого остается только засунуть наши матричные РНК в какие-нибудь липосомы, для того, чтобы они могли спокойно проникнуть в клетку, и уже можно начинать исследование вакцины. Собственно, это и было применено для американской вакцины mRNA-1273. Напомню, это самый геном, коронавируса, был секвенирован, ну и публикация появилась в раннем доступе где-то в середине февраля. Уже через месяц началась первая фаза исследований этой самой mRNA- вакцины. И к августу это само исследование дошло до третьей фазы исследований. то есть комбинация этого биоинформатического подхода и иммунизация с помощью матричных РНК позволила дойти уже до третьей фазы исследования за рекордные сроки. Так, собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Известно, что РНК не очень стабильна. Насколько хорошо хранится такая вакцина? Ну, чего не знаю, того не знаю. Об этом расскажу я. Хорошо. Все. Спасибо. Еще вопросы есть? Почему взяли именно спайк? Потому что это белок, который находится на поверхности вирусной частицы и, соответственно, клетки иммунной системы, они распознают именно эти белки на поверхности? Немножко вопрос с другом был. Почему именно его, а не какой-то другой белок? На поверхности вируса же несколько типов, и разные коронавирусы, они могут содержать один и тот же вид белка, но спайк, он уникален именно для, ну, то есть, содержится только в данном виде коронавируса или что? Да, это конкретный спайк конкретного штамма корон. Хорошо. А как вы считаете, от какой вакцины будет больше иммунный ответ от той, которая использует белки или от РНК? Ну, тут, конечно, можно много дискутировать, но мне кажется, что вакцина с помощью матричной РНК будет весьма и весьма эффективной, поскольку как бы если мы засунем в клетку белок, то сколько там белка, ну, сколько белка мы засунули, столько там останется, и нового не появится. А, собственно, с матричной РНК можно дальше, дальше, дальше и дальше синтезировать наши белковые антигены. Ну, это если они будут синтезироваться? Ну, судя по испытаниям вакцины, кое-как они все-таки синтезируются, и этого достаточно для того, чтобы выработать иммунный ответ. Еще вопросы есть? Если у зала нет вопросов, я чуть-чуть к предыдущим вопросам доспрошу. То есть, там показали, что с доставкой вот этой конструкции нет проблем, то есть, она встраивается, и дальше идет биосинтез, и правильно посттрансляционный процессинг, то есть, получается правильный белок, да? Вот, и, соответственно, тут несколько моментов, но то, что если это встраивается, это, конечно, замечательно, если им удалось, если в этих клетках идет синтез вот этого белка, на который должны выработаться антитела, на эти клетки потом не будет иммунная система реагировать, то есть, сколько вот эта конструкция живет, и не будут потом вот эти клетки мишенью. Да. потому что когда на белок какой-то, если мы вакцину делаем с помощью белка какого-нибудь натурального или рекомбинатного, он внутрь, мы его вносим не внутрь клеток, там дальше захватывается система, например, может по-разному метиться, и дальше какие-то конструкции могут фагоцитами захватываться и так далее, если это крупные комплексы, соответственно, они презентируются, они не попадают, собственно, в цитоплазму они не попадают при этом в первичном виде, но это так, это детали, значит, понятно, в чем вопрос. Да, но я думаю нет, потому что в конце концов белковый антиген после того, как синтезируется в клетке для того, чтобы распознаться другими клетками, он должен выйти из этой самой клетки, как-то не начнет же. Ну, а вот эта клетка, она сколько будет его делать, если там вот с помощью правильной системы доставки вставили матричную РНК, вот эта клетка делает, делает, вот не получится, иммунная система в эту клетку в итоге убьет. Ну, как Маша сказала, РНК это не исключительно стабильные молекулы, и как бы синтез этого самого белка, он вечно продолжаться не будет в какой-то момент. то есть, мы рассчитываем, что это чуть-чуть поработает, достаточно для иммунизации и быстро сломается. Да. То есть, такой одноразовый прибор. Хорошо, спасибо большое. Если вопросов больше нет, тогда следующий докладчик у нас. всем все видно, слышно, нормально? Меня слышно, да. Вроде хорошо, ну, можно, конечно, погромче, поближе к микрофону, но в принципе посмотрим, насколько громче. тема моего доклада на самом деле как небольшой итог по тому, что говорил и Саша, и Милан. Я хочу рассказать о нашей российской вакцине. Они недавно опубликовались в Ланцете, и я хочу рассказать, как это вообще работает, принципы действия, безопасность и как вообще проводились клинические испытания. Для начала вообще было бы неплохо разобраться с тем, что скрывается за страшным названием этой вакцины. Векторная вакцина это вакцина, которая работает на основе модифицированного аденовируса. Аденовирус это вирус, вызывающий острое респираторное заболевание, однако для того, чтобы обезопасить его для человека, из него вырезают кусок РНК генома, и после чего модифицируют, встраивая исследователь нуклеотидов, который кодирует как раз-таки тот С-белок, о котором говорил Саша. Мы получаем наш модифицированный аденовирус, который называется вектором. Этот вектор внутримышечно вводится в организм, после чего встраивается в клетки и начинает размножаться, обеспечивая как раз-таки этот С-белок в клетках. В нашем случае его модифицируют РАД-26С и РАД-5С. Гетерологичная вакцина это вакцина на основе штамма микроорганизма, который по поведению очень похож на дикий тип, на непосредственно получается наш COVID-19, но им не является. почему это делают? Это делают потому, что наш гетерологичный вирус обладает большими преимуществами по сравнению с диким, то есть, например, наблюдается меньше побочных эффектов, он не так токсичен или ведет себя не так агрессивно. Также эта вакцина является первично бустерной или prime бустерной вакциной. По факту это некоторая комбинация, ну, как понятно из названия первичной бустерной вакцины. Первичными вакцинами называют вакцины, которые делают единожды и в коде этого не подразумевается ревакцинация. Вот, например, вакцина гепатита B, которая производится при рождении в 3 месяца, в 6 и дальше от 14 до 18 лет, это вакцина по принципу ревакцинации. А, например, вакцина, которая делается от гриппа ежегодно, она является первичной вакциной. То, что вакцина бустерная означает, что ее вакцинация производится в 2 этапа. То есть на первом этапе вводится один вид вакцины, то есть один аденовирус, модифицированный в нашем случае РАД 26С. А после этого через некоторое время, оно устанавливается в клинических испытаниях, вводится второй компонент вакцины, в нашем случае РАД5, после чего это позволяет нам усилить выработку иммунного ответа. Почему это делается? Это делается из-за того, что довольно сложно совместить две части белка в один вирус и заставить их вырабатываться по отдельности. Теперь краткая схема клинических испытаний, которая проводилась с данной вакциной. На первом этапе проводили это испытание в два этапа на группе из 76 человек, включающих в себя здоровых, то есть с отрицательными антителами мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. На первом этапе проводилось внутримышленное введение модифицированных РАД26С и РАД25С аденовирусов в двух состояниях замороженным и лиофизированным. Это как способ консервации, то есть они модифицировали аденовирусы, часть замораживали, часть лиофилизировали. Если кому-то интересно, насколько эффективно тот или иной вид, это можно почитать в статье, я потом скину ее, если нужно будет кому-то. Вот. испытания проводились в течение 28 дней на первом этапе, и они просто проверяли токсичность, то есть грубо говоря, умрет человек или не умрет, и побочные эффекты от этой фактики. Дальше проводился второй этап, он проводился больше, чем через 5 дней, то есть сначала они брали по-моему 10, потом они вводили на пятый день после первого этапа. они внутримышечно вводили модифицированный аденовирус РАД-26С, ждали 21 день, вырабатывался первый иммунный ответ, и после этого они усиливали действие введением второй части вакцины с аденовирусом модифицированным РАД-5С. это и есть режим Prime Boost, о котором я говорила раньше. И в течение этого проводились клинические испытания, наблюдались побочные эффекты и выработка уровня антител. Естественно, как и на лекции говорилось, и как это было ожидаемо, у вакцины были побочные эффекты, но были они не такими сильными и серьезными. То есть в группе у 76 человек наблюдалось у 58% боль месте инъекции, гипертермия, головная боль, остальные мышечные и суставные боли. Можно подвести короткий вывод о том, что вакцина в целом работает, иммунный эффект вырабатывается, это довольно высокий, чуть пониже, чем у людей только что переболевших, но в целом достаточно для защиты от заражения, но есть один нюанс. Экспериментальная группа была крайне маленькой, 76 человек, и период испытаний был очень короткий, то есть непонятно, какие последствия могут введения вакцины на более длительном периоде, месяц, год. Из-за этого можно сделать вывод, что вакцина хорошая, вакцина работает, но обязательно нужны дополнительные клинические испытания. В своей статье группа ученых пишет, что планируется через энное количество времени испытания на 40 тысячах человек, но я так понимаю, что они будут проводиться уже, когда вакцина выпустится. И они будут просто прививать людей и смотреть, что... Нет, они уже сейчас проводятся. Ну, хорошо, я просто подать статье ориентировалась. Ладно, все. Тогда на этом все. Спасибо, очень интересно вопросы у народа. А вот я может послушал, может не понял, в итоге вот этого вакцина, она требует ежегодного и ежемесячного прививания или раз и все? Нет, это первичная вакцина, то есть она делается единократно, но они заявляют, что она первичная, бог знает, во что это вылится на более длительном периоде, может быть, они посмотрят через год об иммунитет упал, в следующем году у нас снова появится ковид и придется делать ревакцинацию, но на данном этапе они заявляют, что она первичная, то есть это единократная период, но непонятно, что будет дальше. Там просто две инъекции, потому что двумя аденовирусами объявляют. Да, они ее вводят в систему Prime Booster, то есть они сначала вводят одно антитело, грубо говоря, она дает мощный иммунный ответ, и чтобы закрепить этот иммунный ответ, они вводят вторую часть вакцины, то есть на плату выводят выработку антител, второй вакцины, ну, вторым компонентом, то есть вакцина одна, то есть по факту тебя один раз привили, но дважды, с разницей в 21 день. Я понял, понял. А вот такой еще вопрос, не совсем научный, просто, ну, вдруг, вы знаете, вот я слышал, что вообще эта вакцина, она была придумана что-то еще вообще до эпидемии коронавируса, просто какие-то китайские ученые вот ее разрабатывали, но не делали. Такие, а ладно, пусть, типа нет и нет, а русские такие, о, а давай-ка мы типа ее доделаем. Вот это миф или нет? Вот может кто-нибудь знает? Я поняла, на самом деле это не совсем так, это типа был рандомный вброс, но вот именно эта система, которая первично бустерная, векторная, не с конкретным S-белком, она впервые испытывалась, когда у нас была вспышка эболы. Вот именно данный тип вакцинации. Он дал очень хорошие результаты по стабильности иммунного ответа на высоком уровне. И после этого они взяли эту систему и начали на ней строить вакцину против COVID-19. Впервые эта вакцина была испытана и разработана, вот именно эта система, про которую я рассказывала, когда была вспышка эболы. Можно я добавлю, да, я еще слышала, что вот эта система же тоже, ну, и вакцина от эболы, и вот эта вакцина, про которую я сейчас скажу, это что же все делал институт Гамалеи, это не китайцы делали. Вот, и они изначально несколько лет назад разрабатывали вакцину от атипичной пневмонии, то есть это тоже коронавирус, это очень, ну, похожая вещь, не знаю, насколько, но довольно-таки. И когда началась вспышка, ну, и они дошли, по-моему, до того же, закончили вторую фазу клинических испытаний или что-то такое, и когда началась вспышка коронавируса, они как раз ее быстренько переделали. Вадим, что тебя плохо слышно? Я сказал спасибо, я все понял. Есть вопрос по поводу опасности, Аня. Перейди на второй слайд, пожалуйста. Вот, ты сказала, что аденовирус вызывает ОРВИ, и он, в общем-то, опасен для организма, так? Да. Вот, после этого мы меняем у него один белок на белок коронавируса, который тоже опасен для организма. И вот, боком получаем не опасную для организма вакцину. Каким именно? Как это происходит? И почему вообще не опасен, чем отдельно аденовирус? У тебя у белка есть РНК. Если ты из нее вырежешь кусок, она уже не будет кодировать то самое острореспираторное заболевание, которое вызывает аденовирус. То есть, по факту, он становится не опасным. Логично, да? После этого мы вшиваем туда кусок, который отвечает за кодирование С-белка, и по факту РНК нашего аденовируса теперь будет отвечать за то, чтобы кодировать С-белок. Она не будет вызывать заболевание, она просто будет кодировать белок. То есть, по факту аденовирус используется как некоторая машинка, грубо говоря, молекулярная, которая транспортирует нашу РНК, встраивает ее в РНК человека, и после этого наши клетки сами будут воспроизводить С-белок. Ну, потому что РНК кодирует С-белок. То есть, у нас не реплицируется аденовирус, а реплицируется С-белок. Да, просто аденовирус используется, потому что он довольно живуч и хорошо воспроизводится, вот как сам по себе, как структура, и как бы встраивает свою РНК в клетку человека и заставляет ее уже реплицировать свои, ну, типа аденовирусные РНК. Вот. И, грубо говоря, по факту, его РНК меняют так, чтобы теперь наша РНК выполняла те функции, которые нам нужны. По факту, это просто переносчик РНК. То есть оттуда белки аденовируса все выкидывают? Да, 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 вырезают кусок, который вызывает заболевание, ну, типа вызванное аденовирусом. Теперь даже если не модифицировать и просто вести вот это урезанное, ну, типа обрезанный аденовирус с обрезанной РНК, он просто встроится и будет вот эту обрезанную РНК наш организм реплицировать и все. И не будет вызывать заболевание. Они его максимально обезопасили. У меня еще есть вопрос, но он может быть сложный. Вот там есть плацебо же, естественно, как в любом нормальном исследовании. А что представляет себе плацебо? Это аденовирус без гена СБЛК или это просто все компоненты, кроме аденовируса в принципе? Я думаю, что это аденовирус без СБЛК. А если парень не изменяет, то именно в этой статье они делали без контрольной группы, они это как-то хорошо объяснили. Не помню, как. Надо прочитать в ансетной статье, но именно там у них не было контроля. Не было значительной контрольной группы. У них не было контрольной группы, потому что у них была очень маленькая выборка, 76 человек вообще ни о чем. Это даже для первой стадии на человеке клинических испытаний это очень мало. Время просто. А можно в клинице к поводу предыдущего диспута? Слышно плохо. Сейчас секунду. В общем, по поводу прошлого диспута. Вот я читал еще когда-то, что вирусы, которые поражают в основном лимфатическую нервную систему, их в таких исследованиях не используют. Почему? Потому что даже мы вырезали часть, но мы должны создать вакцину, которую организм должен испугаться. То есть он должен на нее отреагировать, и поэтому там же остаются белки, которые помогают встраиваться, запускать весь процесс, которые, так сказать, ну то есть аденовирус этим и хорош, тем, что он немножко другой, а вот когда пробовали вообще строить такие вакцины, то пробовали разные типы вирусов, которые лимфатическую нервную систему поражают, они вообще прекрасно везде встраиваются, поэтому на них тоже пробовали, и это приводило к очень печальным последствиям. То есть человек заболевал даже не имея чем, и заболевал еще сильнее. Где-то такое лечение, то есть опасно, но на аденовирус еще что-то используют, я уж не могу сказать, что, что как бы несет минимальные риски, потому что это много раз уже проверено. Вопрос, вдогонку, если у нас вирус в организме не реплицируется, то какая там доза этого вируса инъекции должна быть, чтобы клетки организма начали вырабатывать столько из белка, чтобы на него вырабатывался иммунный ответ. Ну, это же в прогрессии идет. Но по факту это прям жестко не контролируется. Ты ввел концентрацию, естественно, они, видимо, экспериментально на животных вычисляли, вот об этом ничего вообще не могу сказать. Но они вводят, у тебя, получается, увеличивается в прогрессии количество везл в какой-то момент он все равно начинает подебарироваться. У тебя же вирус не реплицируется. Ну, смотри, ты заразил одну клетку, клетка начала внутри себя воспроизводить РНК, я не знаю, по какому принципу, он визирует эту клетку, клетка разрывается, ну, допустим, например, вот за это точно не могу сказать. Заражается еще больше клеток. А почему у тебя не получается ОРВИ? Стоять. Почему у тебя не получается ОРВИ? если то и то опасно, эта прививка не опасна. Да никто не говорил, что она не опасна. У меня даже в выводах написано, что типа нужны больше клинические испытания, потому что вообще бог знает, что с ней там будет. И группа очень маленькая. Может, они взяли суперздоровых людей, а на каком-нибудь не таком здоровом человеке эта прививка приведет к очень нехорошим последствиям. Это проблема этой вакцины в том, что с испытаниями очень большая проблема. Они были не широкими и не полными. Но раз их Ланцет опубликовал, значит, что-то в этом да есть. Но им нужны еще испытания. Это вот первичная-первичная стадия. Я так понимаю, что вот как раз теми вопросами, которые вы задаете, они сейчас их решают. Но результатов пока нет. Спасибо огромное. Очень интересная дискуссия. Еще вопросы у кого-нибудь есть? Это вопрос не медицинский, не научный, такой, больше не знаю, этический. Возможно, как вы считаете, оправдано ли то, что они вакцинируют людей добровольно, но тем не менее они уже вакцинируют этой вакциной, несмотря на то, что третья фаза клинических испытаний еще не закончилась. Ну, бывают же критические случаи. Нам нужны очень короткие сроки. Об этом Саша говорил. То, что сроки очень минимальные, но нам нужен результат. По-другому не получится никак. Они же дают добровольное согласие. Вопрос в том, что если бы они их в больницах, например, прививали просто без их ведома, это, естественно, нарушение биоэтики. Но тут добровольно согласие. Они получают огромные деньги за это. Они сами на это согласились. Почему нет? Какие деньги? Ну, все клинические испытания, особенно на первых стадиях, очень высоко оплачиваются. Нет, а я не про клинические испытания. Я про то, что эту прививку можно просто прийти в больницу, вот туда, вот на институте Гамалея, сказать, здрасте, я хочу привиться. не в рамках клинических испытаний, а просто вот я просто хочу привиться. И они прививают людей. Мне кажется, что это проблема с головой у людей, которые это делают. Я думаю, все равно должны на любом этапе испытаний подписывать толстую пачку бумаг, там договор, что человек понимает, что он участвует в испытаниях. стандартная процедура. но на первых этапах соответственно им еще деньги платят, но на последних этапах может быть просто согласие, что человек понимает, что он там участвует и так далее, сам расписывается. Хороший вопрос. Так, еще у кого дополнения, вопросы? у меня пожалуй будет вопрос, он больше организационный, я могу его задать? Ну, конечно. Павел Андреевич, у нас сейчас занятия с Еленой Валерьевной рассчитаны на 8 недель получается. То есть 8 недель на 16 недель. Она обычно меньше отчитывает, потом свободное время будет. А, то есть у нее нет только материала получается? Ну, вы ее спросите, сколько она еще будет читать. Она есть, насколько я понимаю ее пожелания, она не весь семестр читает. Там в какой-то момент она остановится. И она еще вам, скорее всего, даст контрольную. и я тоже дам контрольную потом. Хорошо, понятно, когда мы это отдельно с ней обучили. Вот точно по графику Елены Валерьевны это ее надо спросить. А вы в итоге отправляли нам записи или просто как-то я их не увидел? Я закрутился, не прислал, я сделаю. Ага, хорошо, спасибо. Пришлю все. Так, у нас все докладчики или еще кто-то хотел выступить? Нет, у нас все. Все, замечательно, всем спасибо, очень интересный материал, все рассказали интересные данные, обсудили, хорошая дискуссия продуктивная. Тогда всем спасибо и прощаемся на неделю. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.